Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Секрет Небес, сезон 3 серия 1, Затишье перед бурей. Я поднялась на локтях, осмотрелась, штукатурка сыпалась каждый раз, как кто-то этажом выше проходил надо мной. Казалось, все еще пахло гарью и кровью, словно стены впитали запах той ночи. Я будто попала в кошмар, из которого нельзя выбраться, просто ущипнув себя за руку. Нужно вставать. Мне хотелось накрыться одеялом и не подниматься несколько месяцев. Тело ныло, отзываясь на боль сознания. Боже, это вообще кошмар. Где мы вообще находимся? Я нехотя заставила себя подойти к шкафу. Так, начнем с наряда. Ночной лепесток. Футуризм. Но грудь как-то совсем неестественна. Нежность. Очень похоже есть у нас платье, только красное. Не могу сказать, чтобы я влюбилась как-то вот полностью хоть во что-то. Давайте возьмем бесплатное. Когда вышла на улицу, свет и пыль ударили в лицо. Тут и там лежали дела, которые не успели убрать. В лазарете не хватало места. Бессмертные боролись за жизнь. Их раны заживали быстрее, чем у людей, и они могли вытерпеть, казалось бы, невыносимую боль. Но слишком тяжелые ранения представляли опасность даже для них. Точно эхо в голове пронесся истошный, срывающийся крик матери «Я убью тебя!». Я снова огляделась. Нет никого. Теперь никого. Демоны и некоторые ангелы упали на колени перед Мальбонте. Тот стоял неподвижно, с победной улыбкой и такой невероятной уверенностью в себе, что внутри поднималась ярость и желание сбить эту спесь. Мама вскочила, схватив чье-то копье и прокричала. «Я убью тебя!» Бросок. Меткий, неожиданно сильный для такой хрупкой женщины. Я едва успела проследить за траекторией копья, как оно уже вонзилось в плечо Мальбонте. Ничего себе. Он медленно обхватил рукоять копья рукой и одним коротким и резким движением вытащил его из себя. Кровь хлынула из раны. Он простоял с этой усмешкой на губах несколько долгих секунд, как бы показывая свое безразличие. А затем взлетел вверх, мгновенно оказавшись так высоко в небе, что его было уже не различить. Большая часть демонов и некоторые ангелы последовали за ним. Люцифер и Ости не последовали за своими сородичами. Ади замешкался на некоторое время, выглядывая кого-то в небе. Затем встрепенулся, раскрыл крылья, продолжая глядеть в одну точку. Ади, нет! Он замер, посмотрел на меня с сожалением и одним лишь взглядом попрощавшись, взлетел вслед за остальными. Ади, теперь на стороне Мальбонты? Среди удаляющихся бессмертных я заметила белый плащ Фенцио. Мы с мамой, едва удерживаясь на ногах, посмотрели друг на друга. Тяжело, отчаянно. Сатана мертв, но мы все равно проиграли. Какая-то такая безнадега ощущается, вот такая прям атмосфера. Действительно, какой-то проигрыш. К чему привела эта война? Вот абсолютно никакого толку. Вот эти тела с копьями в груди, просто, ну, больно глазу даже смотреть. Это полуразрушенная школа. Ужас. Да, тела нужно убрать. Они пролежали здесь всю ночь. Дина давал указания оставшимся ученикам. Школу расчищали, пытались привести в порядок, избавить от ран, нанесенных битвой. Его голос вернул меня в реальность. Я подошла к нему. Как ты? Дина остановился. Я в норме. Дина махнул в сторону, избегая смотреть мне в глаза. Прости, нужно разобраться со всем этим. Да, да, я понимаю. Нам же всем было интересно посмотреть его реакцию на то, что сделал Фенцу. Дина держался хорошо, но было видно, что ему трудно смириться с предательством отца. Ну и реально, как после этого всего смотреть своим друзьям в глаза? Это просто капец. А не друзьям, которые его терпеть и так не могли раньше, а тут еще после всего. Вокруг были разбросаны сотни трупов. Было не по себе находиться так близко к смерти. С ужасом я подумала о том, что мое земное тело было таким же, стоило моей душе покинуть его. Я подошла к одному из павших. Это был ангел. Еще недавно он был полон сил, энергии и тепла. А теперь... Я закрыла ему глаза, но они открылись снова. Дрожь прошла по моему телу. Тогда я нагнулась над ним, увидев свое отражение в его глазах. И отражение начало крутиться и отдаляться, сменяясь другим изображением. Я увидела битву. Этот ангел боролся с демоном, но вдруг бросил меч со словами. Я не хочу войны, это неправильно. В ответ демон пронзил его копьем. Ангелы пытаются добиться мира, но демонам не нужен мир. Их стихия боль и кровь. Вики? Мама выглядела уставшей и взвинченной. Она подхватила меня под руку и повела вдоль школы. Кроули совсем плох. Что с ним? Его ранили во время боя. Сейчас школе нужна крепкая рука. А что вместо этого мы имеем? Старика на грани смерти. И разве это бессмертный? Она сказала это с пренебрежением. Я поняла, что мама не терпит проявлений слабости ни в себе, ни в ком бы то ни было. За поворотом мы столкнулись с Люцифером. Привет. Увидев маму, он встрепенулся, вздрогнул, словно от испуга. Люцифер? Если вы по поводу моего отца, то тема закрыта. И он прошел мимо нас. Мама лишь высокомерно покачала головой и пошла дальше. Пойти за ним и поддержать его. Мама, постой! В чем дело? Подожди меня немного. Не дождавшись ее ответа, я развернулась и поспешила к Люциферу. Ой, давайте уже сменим, я не могу уже смотреть этот фон. Погоди. Не оборачиваясь, он сказал. Все в порядке. Я же знаю, что нет. Он резко остановился, из-за чего я врезалась ему в спину. Развернулся ко мне, положил руки в карманы и замер. Я слушаю. Что? Ну, ты же все знаешь. Не говори со мной так, не смей. Люцифер посмотрел на меня недоуменно, но вскоре его выражение лица смягчилось, будто он осознал что-то. Он взял меня за руку и повел за угол. Ну вот сердечки пошли, другое дело, а то прям руки в карманы и такой типа, ну рассказывай. Едва мы скрылись от глаз, а Люцифер прижал меня к стене, впился в губы, спустился к шее, оставляя много быстрых поцелуев. Я мягко оттолкнула его. Люцифер, нет. Что значит нет? Почему? Разве ты не этого хотела? Нет. Он отстранился, посмотрел на меня с высоты своего роста. А чего тогда? Я коснулась его груди и произнесла мягко-мягко, так, чтобы донести смысл своих слов. Хочу тебя. И он понял. Вздрогнул, увел взгляд. Он поджал губы, нехотя сказал. Я ненавидел своего отца так же, как и любил. Думал, что отец испытывает то же самое. Но нет. Его губы снова исказила эта болезненная усмешка. Кроме ненависти ко мне, в нем ничего не было. Он отказался от меня легко, без раздумий. Я провела пальцем по его щеке, чтобы он взглянул на меня. Когда глаза Люцифера остановились на мне, я встала на носочки и легонько чмокнула его в губы. А Люцифер приобнял меня за талию впервые так нежно. Прости меня. Я сейчас немножко не понимаю, что происходит. Мы говорим о таких серьезных вещах, вперемешку с поцелуями, у него такая легкая улыбка на лице, и сердечки летают. Ну, как-то это у меня это все не комбинируется. За что? Прости, если сделал больно. Я по-другому не умею. Ничего, мы тебя научим. Вики? Мама выскочила из-за угла. Мы с Люцифером тут же отскочили друг от друга. Прекратите! Так, маман, ты сейчас не вовремя. Ее голос стал жестким, как железо. Еще этого не хватало. Ты нужна мне, Вики? Она развернулась и пошла прочь, ожидая, что я последую за ней. Поговорим потом. Да. У нее такое лицо было пьяное. Да, поговорим. Я догнала маму. Мы... Вот такое... Не сейчас. Все койки были заняты ангелами и демонами. Многие из них были без сознания. Чтобы быстрее восстановиться, они впадали в кому. Ничего себе. Пахло прожженными перьями и застоявшейся кровью. Те, кто были в сознании, говорили в полголоса, словно боялись разбудить остальных. Время здесь, казалось, остановилось. Мама привела меня к кроуле. Он лежал на постели, вытянув руки вдоль тела и не моргая смотрел в потолок. Рядом с ним стояли Геральт и Мисселина, которые тихо о чем-то говорили, почти не шевеля губами. Неразборчиво. Мама придержала меня за руку и быстро проговорила. Для того, что я хочу сделать, нужен в свидетелях один из учеников школы. Когда мы подошли, кроуле медленно повернул голову и посмотрел на нас. Как ты? В утешение мама положила ладонь ему на плечо, но движение это выглядело механическим. Он не мертв, а значит все еще бессмертен. Он закашлял, вытер окровавленные уголки губ и продолжил. Нужно обсудить дальнейшие действия. Он хотел было подняться, но мама снова коснулась его плеча, почти незаметно толкая его обратно. Тебе нужно отдыхать. Нет времени. Мальбонт... Школа сейчас очень уязвима. Учеников нужно защитить. Я этим и занимаюсь. Крули, ты слишком слаб. Школой займусь я. Так решил Шепфа или Совет? Так решила я. Но как же? Кто дал вам полномочия? У нас нет времени на бюрократические издержки. Крули, ты знаешь, что я смогу. Мама показала на меня. Бывший глава школы, главный учителя и моя дочь как представитель учеников, я объявляю себя перед вами новым директором. Крули выглядел растерянным, взбешенным до такой степени, что эта злость сделала его по-детски беззащитным. Он был против, но не мог возразить, а потому лишь молча поджал губы. Это нагло даже для нее. Но мы, наверное, промолчим. Да, ангел. Но, возможно, мама и правда единственная, кому удастся защитить школу. Мне не стоит лезть в решение высших. Но мне не совсем нравится как бы ее реакция. Возмутиться и просто прокомментировать тоже было бы отлично. А не прям промолчать. Геральт усмехнулся. Раз Ребекка готова взвалить эту ношу на себя, я не против. Я только хочу знать, вы делаете это из альтруистических или чисто любивых побуждений. Я делаю то, что требуется для сохранения равновесия, Мисселина. В ее голосе слышалось нескрываемое раздражение. Крули. Он равнодушно смотрел в потолок, словно потерял интерес ко всему, что происходило вокруг. Будем честны, ты стар, ты слишком много времени провел на земле и здесь. Ты устал и не скрывал это. Твои действия стали необдуманными, кое-где даже истеричными. Иногда нужно вовремя уйти. Я не нянька, чтобы разжевывать тебе такие вещи. Оставим тактичность и официоз до более мирного времени. Ты временно отстранен, у меня все. Ух, она и жесткая баба, конечно. Она развернулась на пятках и ушла. Крули щипал простыню на краю постели и тихо смеялся. И пал солдат от меча, что восхищал его когда-то. И, умирая, не мог не восхититься и этим. Я сочувственно улыбнулась. Хотела уже уйти, как в другом конце госпиталя раздался виск Мими. Мими! Зайка! Вики! Мими! Подбежав к ее койке, я бросилась к ней в объятия. Мы упали на подушки и залились смехом. Ангелочки, тише. Я уже боялась, ты никогда не придешь в себя. Бессмертных не так просто убить? Мими начала озираться. Выражение ее лица с радостью сменилось на испуганную растерянность. А где Ади? Он... Умер? Она закрыла рот рукой. Нет, нет, что ты, но он улетел. Куда? Что за тайны? Говори давай! Он улетел с Мальбонте. Мими закачала головой. Нет! Не может быть! Ади... Имеет право на выбор. Мы должны принять любое его решение. Еще чего! Предатель! Мы с ней умолкли. Каждая думала о своем. Я боялась, что Ади умер, но это хуже смерти. Из-за Мальбонте убили Сэмми, а он примкнул к нему? Она замотала руками. Она замотала руками. Не хочу об этом думать. Мы сели друг напротив друга, подобрав под себя ноги. Тебе еще долго тут лежать? Я почти восстановилась. Думаю, до завтра. Я слышала, отца держат в тюрьме. Мне нужно с ним увидеться. Мама не доверяет ему из-за того, что он прислуживал сатане. Отец не имеет никакого отношения к Мальбонте. Мими, нервничая, сменила позу, тряхнула крыльями. Я соскучилась. Она протянула руку. Мы скрепили пальцы. Я тоже. Мы разговорились о всякой ерунде, будто специально избегая важных тем. Хотелось отвлечься, притвориться, что нет никакой войны и угрозы, дышащей в спину. Нет смертей и нет боли, ни сердечной, ни телесной. Мы договорились, что я приберу комнату к ее приходу. Я вышла на улицу. С каждым часом оставалось все меньше следов войны. Хотелось верить, что все это осталось в прошлом и больше не будет ни сражений, ни новых смертей. Я посмотрела на небо, уже в который раз выглядывала силуэт фыра. Так и не появился. Где же ты? Волнение, до этого спящее во мне, лишь изредка беспокоящее, вспыхнуло неконтролируемой тревогой. Его же ранили. А что, если он... не выжил? Я огляделась по сторонам, будто искала неожиданной поддержки. А затем взмахнула крыльями и поднялась в небо. Я облетела вокруг всю школу и лишь случайно уловила дрожащую энергию дракона где-то в глубине скал. Я спустилась вниз. Фыр! Эхо повторило за мной. Фыр, фыр, фыр! Ты тут? Ты тут? Вода стекала по шершавым холодным стенам скалы. Пахло плесенью и холодом. Тотальную темень разрезали тонкие лучи проникающегося солнца. Хррррр. Дрыхнет что ли? А? Несколько камушков покатились к моим ногам. Я присмотрелась к темной фигуре, что прорисовывалась где-то в углу. Фыр! Маленький. Ну как маленький? Все равно он как маленький. В крови бедный. Прильнула к нему. Крепко обняла, не обращая внимания на то, что его чешуя царапает кожу. что с тобой малыш осмотрела его часть копья застряла в нем не давая ранее зажить он мучился от боли не умирая но и не вылечиваясь сейчас будет больно потерпи ладно это для него же раз-два рывок он отскочил от меня упал на спину поднялся снова упал и замер так на некоторое время фыр она запульсировала кровь ручьем полилась по телу закапала на пол ох нет фыр он весь обмяк его била мелкая но частая дрожь я чувствовала как силы продолжали покидать его нет фыр пожалуйста он спас меня а теперь платит за это это несправедливо я обняла его крепче дыхание дракона было горячим но редким и таким слабым словно у часов кончается батарейка и стрелка все медленней и тяжелее двигается вперед и вот-вот замрет фыр пожалуйста пожалуйста прости меня я расплакалась продолжая прижиматься к его чешуе не покидай меня я плакала и плакала не находя в себе сил остановиться вина жалость и что-то еще захлестнули меня скажем так она дала прорваться вот этой всей горести и печали и вообще вот этот весь дикий стресс в котором она находится уже который день как ни крути нам девочкам порой полезно выплакаться это как-то немножко успокаивает слезы текли по телу дракона задерживаясь на изгибах чешуи фыр пожалуйста он вздрогнул так сильно что я повалилась на землю так а затем озарился ярким светом ослепляющим на фоне тьмы пещеры офигеть офигеть фыр а блин я в шоке это знаете как когда ты чего-то очень долго ждешь да никто наверное не сомневался что он все-таки человек ну слишком было много намеков на это но как он может выглядеть поистине никто не знал точно никаких намеков на это не было боже мне очень нравится сочетание темного цвета кожи и светлых глаз очень интересно смотрится и вот эта фишечка с чешуей частички офигенно а что у него так внизу какая-то юбка ах кто вы я отползла от него незнакомец был удивлен не меньше меня что значит удивлен он выставил руки вперед в попытке успокоить меня но сам едва сдерживал эмоции фыр ты ты это сделала что сделала освободила меня улыбается он начал трогать свое лицо разглядывать руки оперся о стену и осторожно сел на пол сколько же времени он пробыл в теле дракона мы оба молчали мужчина внимательно посмотрел на меня словно впервые видел меня зовут лой так ты человек лой кивнул меня проклял федеро много веков назад федеро великий заклинатель да за что он молчал только смотрел на меня а затем отвел взгляд полный многовековой печали у меня был роман с его дочерью я любил ее правда она была наивной веселой такой невинной на года идут а чувства иногда угадают сердцу не прикажешь я хотел быть с ней честен поцеловал ей руки и ушел но она не хотела меня отпускать и покончила с собой федеро впал в отчаяние и ярость она мертва из-за тебя моя дочь подарила тебе сердце и душу а ты обошелся с ней как с животным ты на своей шкуре ощутишь каково это он он превратил меня в морского дракона я мог вернуться в человеческий облик до тех пор пока со мной начнут обращаться не как с животным а как с человеком а таков проклятие меня могла освободить только человеческая любовь федеро из-за этого оставил пост заклинателя лой кивнул имя у него еще такой прикольный лой но почему ты до сих пор в чешуе он снова начал осматривать себя я чувствую в себе силу дракона похоже я остался оборотнем ему идет быть человеком не меньше чем драконом я незаметно оглядела его не ожидала что он окажется человеком нужно рассказать об этом маме нет он кашлянул улыбнулся как бы извиняясь не стоит я не хочу пока чтобы кто-то знал о том кто я он поднялся и поморщившись взялся за бок ты же ранен не беспокойся как человек я смогу позаботиться о себе лучше возвращайся пока в школу окрепнув я приду к тебе и что теперь интересно это какая-то маленькая ветка неполноценная или это наш друг хотелось бы знать я растерянно улыбнулась ладно уже в небе я обернулась лой стоял у входа в пещеру и наблюдал за тем как я удаляюсь и ма что после этого столкновения мы будем слабы и он добился своего не сомневаюсь что мальбонта собирает армию однако сложно пока предположить его дальнейшие действия стычка была ожесточенной мы потеряли много бессмертных я хотела сказать спасибо за проявленную храбрость тем кто не отступил хочу выразить отдельную благодарность энди который помог спрятать всех ангелов и демонов от военных действий и защищал вход школы ничего себе энди сдержанно кивнул типа да не вопрос каждый бы это сделал и все же жертв много на земле есть традиция мама впервые сама вспоминает прошлую жизнь предлагаю минуту молчания в честь павших в бою она наклонила голову закрыла глаза напуганные ученики кротко повторили за ней перед глазами мелькали лица умерших тех кого я знала а затем нашла бездвиженных на утро картинки сменяли друг друга и каждая следующая была ярче предыдущий а затем вспышка я будто провалилась куда-то вниз открыла глаза ух ты где это мы мальбонты стоял перед своей армией на его лице играла уверенная усмешка переоделся мальбонты вдруг одна из тени в первом ряду сделала шаг вперед член армии прикольный такой наш предводитель мертв ты появился в самом конце почти на все готовенькое почему мы должны идти за тобой часть армии закричала до мальбонты снова улыбнулся хотите знать почему вы должны идти за мной все остальное произошло моментально мальбонты нечеловечески быстро переместился к вышедшему изо рта демона потекла струйка густой вспенивающейся крови мальбонты вынул меч который как-то оказался в животе смельчака небрежным движением вытер его о ногу сначала с одной стороны потом с другой а затем прокричал потому что моей злобы хватит на вас всех еще вопросы и вся армия взревела поддерживая нового правителя я вздрогнула едва сдержала себя чтобы не упасть и не закричать что это было снова видение я обернулась нашла глазами люцифера он задумчиво пялился куда-то перед собой похоже люцифера видение не коснулась почему тогда увидела его только я сила мальбонты ужасает сможем ли мы противостоять такому чудовищу как только минута молчания закончилась мама продолжила уроки не отменяются но теперь они будут военными направленными на то чтобы вы смогли после них пополнить поредевшую армию эти слова взбудоражили учеников вы хотите чтобы мы пошли воевать впереди неизбежная война вы можете отказаться но уметь постоять за себя вы обязаны небеса потеряли слишком много душ равновесие этого не простит кто-то прокричал я хочу улететь отсюда это подхватили остальные а куда улететь интересно ребята это происходит абсолютно везде куда ты спрячешься от войны никуда паника крики страх переходящий в агрессию тишина от громогласного крика мамы задрожали стены все успокоились за стенами школы опаснее я поговорю с цитаделью и попрошу у них укрытия для части учеников ух ты так аут или это вообще немножко смахивает на эльфа обалденный образ это вряд ли у дверей замерла внушающая фигура все раступились перед ней благоговейно умолкнув советник цитадели он неспешно пошел навстречу маме поднялся к ней и развернулся в сторону толпы вам запрещено покидать школу до выяснения обстоятельств что вы здесь делаете серафим ребека вики дина и люцифер должны последовать за мной в цитадель я думаю меня достаточно увы отец дина ангел фенцио оказался последователем мальбонте сатана возможно был их соучастником вики и люцифер участвовали в ритуале по освобождению маля из заточения мы должны разобраться связано ли они смольбонте мама посмотрела на меня она была в бешенстве если это необходимо уверяю вас люцифер дина вики вас ждут в столице небес обалдеть мы мы полетим в какое-то другое место другую локацию очень я хочу посмотреть как небеса выглядят помимо школы это очень круто интересно как теперь скажется связь мальбонте вот то что они будут разбираться очень интересный этот новый персонаж прям реально интересен мне такую дал дал немножко нового дыхания истории и этот конечно злобный мальбонте но по сути он такой должен быть но я все-таки не теряю надежду что если мы улучшали отношения с бонтом что мы сможем вытеснить этого злобного маля из него и вернуть нашего светленького дружбанчика бонта конечно ожидание продолжение этого стоило я с нетерпением жду следующую главу так что друзья не забывайте плейлист истории находятся в описании под видео и спасибо всем кто читает вместе со мной а с вами была алиса до встречи в следующем видео всем пока пока